Теперь давайте разберем что такое раздельное тонирование. Раздельное тонирование позволяет нам в тени добавить также тот или иной оттенок и сделать его более или менее насыщенным, и в цвета добавить тот или иной цвет с каким-либо оттенком и также сделать его более или менее насыщенным. Итак, друзья, существует одна универсальная формула, которой пользуются многие фотографы и я не исключение. Можно, конечно, ее нарушать, но именно та формула, о которой я расскажу, она дает наибольший эффект и наибольшее влияние оказывает на впечатление зрителя от фотографии что это такое это теплые света а за теплый цвет у нас отвечает желтые красные оранжевые оттенки и холодные тени а холодный цвет это синий и все его оттенки и такую формулу применяют если вы фотографируете в светлый солнечный день если ваша фотография снята в пасмурный день то применяют как правило обратное тонирование то есть делают цвета холодными синими а тени делают наоборот теплыми подбирая их из арсенала желтых оранжевых и красных оттенков также на одном изображении не обязательно использовать и света и тени вы можете например подкрасить только слегка тени или только света еще раз не забывайте все что мы с вами делаем с обработкой фотографии это прежде всего креативность автора снимка и каких-то особенных формул или рецептов не существует есть скажем так я бы сказал какие-то некие устоявшиеся традиции но которые многие успешно нарушают и получают при этом замечательные фотографии которые пользуются огромным спросом и так давайте мы вот на этой фотографии сделаем с вами теплые света и холодные тени зажимаем кнопочку alt подводим курсор мыши на цвета на цветовой тон и после того как мы нажали с вами левую кнопку мыши для того чтобы захватить ползунок то мы с вами получаем сразу эффект при котором насыщенность стоит полностью на сто процентов то есть если я уберу кнопочку alt если я вернул двумя кликами в исходное изображение я могу не нажимать кнопку alt я могу поднять насыщенности вот сюда на 100 и после этого подбирать ту тональность которая мне нравится после такой регулировки конечно же ну оставлять насыщенность на уровне 100 конечно же не принято но это просто выглядит ну согласитесь ужасно ну вообще я стараюсь скажем так где-то больше 30 не ставить наверно 30 это максимум вот такое значение я подобрал вы можете сразу поставить насыщенность назначение скажем где-то 15-20-30 подобрать цветовой тон и после этого уже подрегулировать насыщенность до такого уровня чтобы фотография не была окутана вот каким-то таким желтым оранжевым цветом итак друзья теперь тени давайте мы используем тот метод который использую я зажимаем alt тянем ползунок мне нравится вот такой вот синий практически нейтральный цвет так мне кажется что теневая часть снимка выглядит интереснее то есть цветовой тон 209 вот здесь они эти стоят эти параметры так alt я убрал у меня насыщенность соответственно теперь стала ноль и теперь я уже выбираю ползунком насыщенность которую я хотел бы получить как мне кажется что 14 будет достаточно для того чтобы вам посмотреть какое изменение вам в снимок привнесло раздельное тонирование вы можете вот сюда на этот флажок кликнуть и увидеть как ваша фотография выглядит без этой тонировки согласитесь так фотография выглядит поприятнее я поэтому вам и скинул эту фотографию чтобы вы ее скачали и попробовали обработать вместе со мной потому что не все параметры через ваши девайсы по которому вы смотрите этот ролик будут так заметны а если вы будете обрабатывать сами вы конечно же легко увидите даже самые небольшие изменения которые в этом снимке происходят итак но это еще не все как вы поняли уже что когда мы регулируем или свет или цвета у нас конечно же тонировка ложится полностью на все изображение но в если мы регулируем свет она в большей степени ложится конечно на светлые области но и слегка затрагивает темные области а если мы регулируем с вами тени то она в большей степени захватывает темные области фотографий но и также конечно же влияет и на светлый и поэтому здесь существует еще один вот такой вот ползунок который называется баланс и вы можете как на весах сделать побольше например синих оттенков увидя баланс влево или теплых оттенков увидя ползунок баланса вправо у меня фотография вечерняя это было где-то наверное час-полтора до заката поэтому эта фотография как мне кажется должна быть теплой и передавать настроение в кадре итак друзья переходим мы к следующему параметру раздельное тонирование давайте мы теперь закроем итак у нас есть теперь панель отвечающая за резкость и друзья вот этот параметр резкость у меня стоит 40 он отражается именно таким каким я его настроил на фотоаппарате по моему стандартных настройках это значение равно 25 поправьте меня в комментариях если я не прав итак друзья как регулировать резкость на изображении но во первых не забывайте что резкость всегда дает дополнительный шум что такое шум когда вы слышите шум шум что это значит вообще ну шум это такое мелкое зерно вот видите если я увеличиваю изображение даже один к одному давайте мы сделаем даже немножко побольше давайте мы вот в этом месте разместим снимок масштаб у нас увеличенный мы с вами видим вот эту вот рамочку вот эту часть изображения и теперь мы с вами сможем подвинуть ползунок резкости вправо это увеличивает резкость но как вы видите это увеличивает вот такую вот зернистость что называют шум поэтому этим ползунком я также злоупотреблять вам не советую я как правило ставлю где-то в районе 60 65 максимум 75 мне кажется что при таком значении удается сохранить изображение более гладким также мы можем добавить еще деталировки в изображении давайте посмотрим если я буду двигать у меня проявляется детализация она проявляется везде по всему изображению но также в этом изображении у меня появляется шум поэтому друзья очень аккуратно пользуйтесь этим ползунком я думаю что 30 будет достаточно параметр маскирования он немного сглаживает изображение убирает как раз вот этот эффект дернистости как регулируют маскирование зажимаете кнопочку alt тяните ползунок маскирования вправо и после того как вы получите вот такой вот графитовый рисунок когда у вас очень контрастно выделятся все светлые области а темные области получат вот такие вот светлые ореолы значит вы выполнили это маскирование это честно говоря не совсем так особо заметно но тем не менее это слегка сглаживает изображение теперь как вы видите зернистость стала не так сильно бросаться в глаза и у нас еще в этой же панели есть устранение шума устранение шума это также одна из таких настроек которыми не следует злоупотреблять иначе если вы переусердствуете вы получите масляную некрасивую картинку работает эта настройка следующим образом выползунок яркостный двигаете вправо ваше изображение сглаживается а детализацию слегка убавляете это актуально как правило для вечерних ночных фотографий когда вы снимаете при высоких и со и получается очень шумная фотография здесь также можно регулировать еще уменьшать цветной шум таким же образом двигая ползунок цветной вправо а детализацию уменьшая но как вы видите вот на этом изображении мы получили такой некрасивый масляный эффект мы совсем потеряли детализацию поэтому давайте мы увидим ползунок здесь также не существует какого-то рецепта здесь вы все настраиваете исходя из ваших предпочтений и ваших пониманий как это должно быть я вам всего лишь сейчас показал как это работает так кликаю возвращаем масштаб на место резкость я люблю добавлять фотошопе lightroom все-таки не дает такого эффекта его друзья пока мы далеко с вами не убежали теперь смотрите после того как мы с вами поработали с уменьшением шума и разгладили картинку мы можем еще немного добавить резкости пожалуй назначение 75 я остановлюсь все друзья панель мы эту прошли скрываем ее с детализации мы поработали теперь коррекция объектива за что у нас отвечает коррекция объектива ну во-первых после того как мы включаем профиль коррекции объектива у нас устраняется бочкообразность в большинстве случаев у нас исчезает эффект виньетирования который дарит нам тот или иной объектив виньетку мы с вами восстановим немного позже бочка у нас исчезла давай теперь поработаем с хроматическими аберрациями что такое хроматические аберрации давайте если я вот передвину вот сюда как вы видите вот здесь у меня присутствуют артефакты виде вот в таких вот полосок фиолетовых или зеленых это и есть самые пресловутые хроматические аберрации как правило они очень легко устраняются для этого необходимо кликнуть просто на все вот сюда и поставить здесь галочку видите вот они уже исчезли еще у меня хроматические аберрации были вот здесь и если по какой-либо причине вам хроматическую аберрацию не удается полностью устранить вам необходимо кликнуть вот сюда на кнопочку вручную здесь появляется пипетка выбираете пипетку и кликаете на тот свет который дает эффект хроматические аберрации и этот эффект нам абсолютно не нужен поэтому мы их сюда кликаем как вы увидите у нас эффект этот исчез также мы можем кликнуть сюда вот еще раз все все друзья возвращаем пипетку на место кликаем на изображение возвращаем масштаб хроматические аберрации мы с вами побороли здесь у нас еще есть такой ползунок который называется дисторсия он также устраняет бочкообразность поэтому вы ориентируетесь на геометрию вашем кадре в данном случае я могу ориентируюсь на сетку исправить оставшуюся бочкообразность и если я кликну вот сюда галочку ограничить по деформации то у меня поправиться вот эти вот белые области которые остались после применения этого инструмента и так кликаем 100 галочку изображение слегка растягивается закрываем коррекцию объектива трансформацию мы с вами разобрали на прошлом уроке у меня также есть целый дополнительный видео урок по работе с геометрией в кадре ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео итак у нас осталось с вами две панели давайте их разберем и так виньетирование или как называют ее виньетка сейчас у нас активен только верхний ползунок значение если мы будем с вами двигать влево то у нас по краям будет появляться темная виньетка если двигать вправо то виньетка будет светлой для того чтобы понять как работает виньетка давайте мы с вами введем значение немного влево буквально на минус 12 теперь у меня стали активными все панели я возьму ползунок растушевка уведу полностью влево и я увижу как у меня ложится моя виньетка без растуширования теперь я могу после того как я вижу области и границы моей виньетки отрегулировать центральную часть сделать виньетку более круглую или более прямоугольную это все зависит от того на каком объекте вы хотите сконцентрировать внимание вашего зрителя в данном случае я хочу чтобы моя виньетка выполняла лишь роль небольшой рамки данного изображения потому что все что находится вот здесь вот по бокам по большому это для зрителя не обязательно это всего лишь дополнительный фрейминг дополнительная рамка изображения и я и для того чтобы у меня это не выглядело как каким-то основным объектом я это все уберу в область виньетирования и так я выставлю вот таким вот образом рамку и теперь растушевочку и еду вправо практически ее скрыв и казалось бы вроде бы ничего не произошло но если мы с вами кликнем вот сюда на эту кнопку и отключим эффект виньетирования то вы обратите внимание как у нас корректно и аккуратно исправились и затемнились вот эти вот крайней области фотография стала конечно же поинтереснее с этим все понятно но здесь есть еще одна регулировка которая называется зерно также если вы хотите за добавить зерно а зерно добавляют когда хотят сделать кадр такой кинематографичный и в основном это делается на знаете на таких на винтажных фотографиях которые выглядят как сепия или черно белая но также вы можете добавить и на цветную фотографию также учитывайте тот момент если вы будете зерно использовать достаточно корректно она добавляет немного резкости в изображении и если вы не используете это как какой-то специальный художественный прием чтобы это особо не бросалась в глаза можете просто использовать можете использовать друзья можете конечно не использовать можете использовать это значение в районе 10 7 и это добавит дополнительную резкость как я уже сказал также можно сделать размер этого зерна побольше поменьше и сделать неровность то есть двигая ползунок вправо или влево вы будете получать либо равномерность либо хаотичность расположения вот этих вот зернышек на фотографии с виньеткой и зерном все понятно закрываем самый загадочный непонятный инструмент light room это конечно же у нас калибровка и что дает у нас друзья калибровка калибровка может полностью изменить цвет вашей фотографии давайте посмотрим что будет если мы возьмем и синий канал увидим влево мы получим с вами вот такой вот эффект синий у нас становится более лазурным зеленый у нас становится более оранжевым и все изображение окрашивается вот в такой слегка легкий красноватый цвет он нужно ли это использовать ну конечно же нужно но только не на значение минус 100 и давайте увидим вправо и вправо мы с вами получим вот такое вот непонятное зеленое изображение здесь также друзья этим инструментом можно пользоваться в качестве творческого инструмента если например я подвину цветовой тон слегка влево буквально назначение 15 то мои оттенки станут на изображении более красивыми также я могу добавить насыщенность канала плюс 13 давайте перейдем теперь к зеленому каналу посмотрим что будет если мы увидим цветовой тон влево видите как ни странно несмотря на то что это канал зеленый на самом деле он изменил цвет красного оранжевого и конечно же вот этого пурпурного цвет наших цветков что будет если мы этот ползунок уведем вправо а когда мы его уводим вправо он действует на те же цвета только делает их более розовыми и более насыщенными и так друзья в данном случае я менять не буду но как вы заметили что этот канал влияет на насыщенность определенных цветов а конкретно красных и пурпурных и давайте я просто добавлю немного насыщенность насыщенность конечно же добавится если вот видите я делаю на 100 добавится именно на как раз на эти вот на красные на пурпурные на оранжевой области давайте злоупотреблять также не будем сделаю я вот порядка 20 и так теперь у нас первичный красный канал давайте посмотрим что будет если я уведу влево как вы видите также у нас влияние произошло на наши красные пурпурно-оранжевые оттенки только они стали более фиолетовыми и если мы уйдем значение цветового тона в красном канале вправо то у нас красный цвет фактически смешается с желтым цветом это станет не очень красиво но конечно же если мы будем с вами двигать чуть-чуть то таким образом мы просто можем откалибровать цвета на изображении добавить им тот или иной оттенок цветовой тон я трогать не буду в красном канале насыщенность пожалуй тоже и здесь также есть еще значок тени если вы любите слегка шоколадные изображения вы можете немного добавить в тени вот таких вот фиолетовых оттенков и ваше изображение в средних и темных участках станет таким слегка еле заметно фиолетовым я это применять тоже не буду кликну два раза вернул оттенок в нулевую позицию и так друзья фотографии мы с вами обработали но я всегда вам советую добавлять последний штрих на фотографии это возвращаться все-таки в основные настройки и дорабатывать еще раз базовую корректировку фотографии то есть чего мы начинали в предыдущем уроке до во втором уроке первая часть тем мы и заканчиваем ну после того как мы поработали с цветами у нас конечно же могут какие-то участки изображения стать темнее какие-то светлее и поэтому я считаю что необходимо заканчивать фотографию легкой доработкой базовых основных настроек пожалуй я сделаю снимок еще слегка потеплее этот тенок оставлю как он у меня был 17 трогать не буду какие-то легкие движения сразу появляются артефакты это сразу бросается в глаза слегка я подниму тени экспозицию пожалуй сделаю чуть-чуть поменьше давайте посмотрим что будет если мы добавим насыщенности да можно добавить немножко насыщенности ну и конечно же всегда можно изменить кроп изображения убрать если вам кажется что-то лишнее я не люблю когда какой-то объект прям касается рамки у него все таки здесь как не кажется должно быть какое-то пространство либо он должен полностью уходить за рамку изображения то есть вот таким вот образом когда он соприкасается почти вплотную мне кажется что это смотрится не очень эстетично ну вот так возможно фотография смотрится даже и поинтереснее чем она была до применения вот этого кропа ну что ж друзья нам осталось посмотреть какая фотография была до обработки какая она стала после я как правило фотографии дорабатываю еще фотошопе добавляю туда детализации работаю еще дополнительно с цветами в изображении добавляю резкости мы это с вами будем обязательно проходить я буду выпускать дополнительный курс по фотошопу который также будет называться фотошоп от а до я где мы с вами на легких и простых примерах научимся скажем так до обрабатывать нашу фотографию после цветокоррекции в lightroom на этом друзья все на следующем уроке мы с вами научимся работать с градиентными фильтрами и кистями желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч